В Магадане состоялось совещание депутатов Государственной Думы с представителями коренных малочисленных народов Севера. На повестке внесение в реестр двух национальностей – чукчи и эскимосы, ведение традиционных видов деятельности – охоты и рыбалки. Также среди обсуждаемых тем необходимость обозначения Магадана как место традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Повестка включила более 50 вопросов, касающиеся быта коренных северных этносов. Важность этой встречи, конечно, безусловно, потому что здесь и касается внесения в реестр двух национальностей нашей Магаданской области – чукчи и эскимосы, внесения в будущем нашего города Магадана вместо традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. И, естественно, отсюда вытекают другие вопросы. Это добыча водных биологических ресурсов, касающихся всех семей нашего города Магадана и некоторых поселков нашей Магаданской трассы. Это одно. И, естественно, попутно сразу и о внесении в реестр – это обязательный случай – о принятии тех законов, таких, как касается охота, конкретно там они указали. И все документы, которые они разрабатывают у себя в Государственной Думе, они передают нам для ознакомления. И, естественно, мы будем знакомить с этими документами в свободном доступе всех членов нашей, не только организации, а просто наших коренных народов Севера. Среди участников совещания два депутата Государственной Думы – Елена Евтюхова и Антон Басанский – отвечали на интересующие гостей вопросы. Спикер отметил важность работы с населением на местах. Здесь очень важно работать непосредственно администрации на местах, для того, чтобы администрации на местах работали со своими родовыми общинами. Сумма получает КСМ по заявлению. Вот нам нужна вот такая сумма на этом, на этом. Соответственно, эта сумма идет из формирования бюджета. Бюджет формируется по заявке. Здесь тоже нужно это понимать. Вот вы говорите неправильно, вы дают пять, дают три. Не надо так. Нет, это не так на самом деле. Нужно администрациям работать со своими родовыми общинами. Я прекрасно понимаю, что не каждый может собрать эти документы. Да, это сложно. То есть не каждый может разобраться в этой бюрократии. Да, ну, что уж говорить. Но администрации на местах, непосредственно люди, которые отвечают со родовой общинами, да, они должны с ними работать для того, чтобы помогать им в этом во всем. Помогать, собирать документы. И это важно. В частности, интересовала организация рыбалки для представителей КМНС, поскольку сейчас идет путина. Представители северных этносов не могут заниматься традиционным рыболовством, получая письменные отказы от соответствующих органов. К тому же Магадан не включен в перечень мест проживания коренных малочисленных народов Севера. Сейчас самый злободневный вопрос, это, конечно, вопрос рыбалки, рыболовства. Потому что сейчас идет путина. А народы Севера, которые проживают в городе Магадане, они получают от управления территориального росыболовства отказы, письменные отказы в осуществлении традиционного рыболовства. Административный регламент росыболовства, он буквально пару лет назад был изменен, и они стали ссылаться на нормативные документы правительства Российской Федерации, а именно на распоряжение номер 631-Р, которое утверждает перечень мест традиционного проживания, и на постановление правительства, по-моему, еще от 2000 года, номер 255, которое утверждает перечень коренных народов, проживающих на территории Российской Федерации. И вот проблема в том, что в перечне мест традиционного проживания не включен город Магадан. Ну, в нашей области еще не включены еще два округа. Это и Годнинский округ не включен, вот, Средниканский, и фактически Тинькинский округ тоже не включен, потому что единственный поселок, который в Тинькинском округе, это Аратук, который давным-давно расселен. По словам юристов, чтобы наш регион попал в список районов, где проживают данные этносы, необходимо предоставить Федеральное агентство по делам национальностей данные о жителях с 1826 года. Самый больной вопрос – это все-таки перечень коренных малочисленных народов Северо-Магаданской области. Значит, тут присутствуют Басанский Антон Александрович и Евтихова Елена Александровна, которые являются представителями в Государственной Думе, и они непосредственно работают в Государственной Думе и работают с Федеральным агентством по национальным вопросам. И вот у меня к ним вопрос, почему Фаден требует обоснования списка коренных жителей Магаданской области с 1826 года. Вот я сейчас спросила Ольге Сергеевне Глушенко, уточнила этот вопрос. Она говорит, ну сейчас я уже с 1905 года пытаюсь восстановить этот список. Я считаю, что это незаконно, поскольку список формировался в 2009 году. То есть на этот момент и надо было указывать состав численности коренных жителей, проживающих в Магаданской области. А именно по составу, который он был на тот момент, и туда были все национальности включены. В этот список, на тот момент численность населения, вот 2009-2010 год составлял 139 тысяч, 0,34, ой, да, 0,34 человека. Это из них население, по данным Росстата Магаданской области, на 2010 год, кстати. На территории проживали русские 84%, украинцы 6% и 48%, Ивены 1,73%, Коряки 0,59%, Ительмены 0,40%, Чухчи 0,19%, Камчедалы 0,18%, Никагиры 0,05%, Чуванцы 0,04%. То есть вот этот список и должен был войти в перечень. Почему сейчас ФАД делает упор именно на автономность, когда это еще Петр Первый там, как говорится, был в Руси у нас, в России находился, он возглавлял. Я считаю это незаконно и несправедливо. И считаю, что надо восстановить этот список, перечень этот восстановить и дать право этим коренным, которые не вошли в список и стали непризнаны, а именно Чухчевские, Мосы, вот это вот в основном, этот этнос, он не вошел. И также я не согласна с тем, что территория города Магадана не является традиционным местом проживания коренных жителей, поскольку с освоением Магаданской области, с активным освоением у нас стали исчезать национальные поселки. Значит, горная добыча золота стала активно осваивать земли эти в Магаданской области, пастбище стали непригодными, речки. Также, когда, если раньше в реки заходила рыба, то и население могло заниматься рыбной ловлей. Сейчас они не могут, поскольку реки обмелили, русло поменяли, и коренные жители не могут этим заниматься. Они постепенно все перебрались в город Магадан, поскольку тут берега еще, бухты существуют, рыба еще подходит. А рыба, это является основным продуктом питания, традиционным питанием коренных жителей Магаданской области. Для определенных видов традиционной для северных народностей деятельности, таких как коленеводство или охота, необходимо оружие. Сейчас существует проблема с получением разрешения на него, поскольку людей коренных этносов зачастую, по словам представителей общественных организаций, выставляют маргиналами. Дело в том, что проблема, она существует, и я не знаю, когда, почему я задала вопрос, потому что представители государственной, депутаты Государственной Думы, как вам сказать, оленеводы своеобразный народ, и не каждый может, который ходящий в городе, в поселке, быть оленеводом. Они, может быть, социально незащищенные и, может быть, казаться неграмотными в человеческом, воспитательном плане. И вот эта проблема существует, из них делают как бы, как дурачок, что ли. Или же ставят, например, в военном билете, статья такая определенная, там какая-то, 50, я не помню, какая статья. Вот эту статью нужно аннулировать. Это первая проблема, аннулировать. А аннулировать это очень сложно, потому что это военный комиссариат, потому что он говорит, это очень долго, но можно. А как можно, не знаю. Психиатры говорят, ложится, нужно это, это. Психиатры говорят по поводу второго вопроса, ужесточения, получения разрешения. Они говорят, типа, вам нужно лечь в больницу и пройти как курс такого определения. Можно вам дать оружие или не можно? Но ведь никто не учитывает то, что человек, как я выше сказала, то, что они не те, как мы вот привыкли людей видеть. Может быть, кажется, что они неграмотными, не умеющие разговаривать и уже относить их к таким людям, как дурачок или там не имеешь права на оружие. Но, тем не менее, от медведя они защищаются, без оружия нельзя, в оленеводство никто не идет, оружие обязательно нужно. В Магадане это такие же проблемы? Это проблемы, да, начались. Раньше были какие-то, именно когда походишь в медкомиссию, там есть какие-то пункты были именно смягчающие для оленеводов. Сейчас эти пункты, может быть, они существуют, но недосягаемы для нас, чтобы мы узнали, где эти пункты найти, как можно пройти. Депутаты Госдумы заверили, что поступившие от жителей вопросы будут решать совместно с правительством Магаданской области. Сегодняшнее рабочее совещание, региональное совещание с участием общественности, с подключением ВКС районов, с подключением Чеховского автономного округа, показало нам, на что обратить внимание депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Допустим, если брать территорию Магаданской области, то мы вместе с правительством Магаданской области, мы не берем на контроль, начинаем работать в совершенствовании мер по решению открытых вопросов в части традиционного рыболовства и оленеводства. Спасибо Вашему депутату Государственной Думы Басанскому Антону Александровичу, который предоставил мне возможность поучаствовать в этом региональном совещании. Да, мы обратили внимание на болевые точки, как я уже сказала, но, тем не менее, здесь же люди задавали и как традиционное рыболовство, так и оленеводство, так и то, что связано с образованием коренных малочисленных народов Севера. В частности, вопрос ужесточения получения прав на ношение оружия требует отдельного рассмотрения. Я бы хотела обратить внимание, здесь даже не в плане законодательного уровня, а у нас вышел приказ Минздрава, и там приняты ряд таких вот решений, да, об ужесточении, о проведении медосмотра тех, кто проходит курс на ношение оружия. Есть проблемы, вы слышали сегодня, и у Чукотки есть, да, проблемы. Если приобретать оружие за счет региона можно, то дальнейшее прохождение медосмотров есть свои проблемы. Проблема – это отсутствие врачей в районных центрах, в населенных пунктах, да, и сдача анализов, тестов, которые нужно проходить в соответствии с приказом Минздрава. И вот сегодня Чукотка сказала, что у нас только в городе Анадри можно пройти медосмотр. Плюс у нас проблема, а у вас такого нет на территории Магаданской области, это прохождение обучения на ношение оружия. Здесь у вас есть организация, которая занимается, да, ну, обучением на оружие. И вот сегодня прозвучало предложение о том, чтобы Магаданская область и Чукотский автономный округ… Ведь мы сегодня же не только озвучивали проблемы, на что обратить внимание, мы также и поделились опытом, да, Магаданская область поделилась опытом, Чукотский автономный округ поделился опытом. Во время трехчасовой сессии прозвучало несколько десятков вопросов. В заседании помимо депутатов Государственной Думы по видеосвязи участвовали представители Чукотки и Венска.